Я помню, что вы мне рассказывали лет десять назад про, как у вас котик, и у меня как-то вот здесь не сходится. То есть аллергия? Аллергия была у меня до восьми лет, я говорю, объясняю. Теперь, поскольку я мальчик взрослый, у меня теперь столько животных дома, поскольку в детстве их не было. Вот, и вот эта девочка, ее зовут Лаки, ну, это девочка, которая уши торчит, а это шапка. А это шапка, это не ее хвост, вот. Так мы с супругой ехали на машине, и около храма, у нас есть храм, около нас, где мы живем, вдруг она ехала за рулем, вдруг она резко тормозит, увидела в колее вот такого котенка маленького. А вот схватила ее, тут же мы развернулись, а я молчу, она сразу поехала в ветеринарку, мы, значит, привезли, оставили ее там, ее обработали, и потом ее привезли домой. И вот назвали ее Лаки, и Лаки уже десять лет живет с нами. Юрий Дмитриевич, а все-таки как возникла идея покинуть любимый цирк и создать свой собственный театр? Вы знаете, дело в том, что вот папа Илья, я Олейников никак не могу привыкнуть, моего Клява-Клява, знаете, его все любили в цирковом училище, это был очень такой жизнерадостный. Я ни разу не помню, чтобы он с кем-то поругался, что он со всеми как-то находил общий язык, анекдоты. И вот когда меня из цирка уволили, все, что делать, и мы с ним встретились, и он как-то так, да ладно, с кошками, ты чего, театр делай, и все. А, так эта идея была... Да, это папа, понимаете, так что я как-то подумал, правда, а чего я дергаюсь, да я пойду. И начали на сцене, все, вот так и получилось, понимаете. И вот я предлагаю начать, вот кто сегодня смотрит, сделать такую палочку, веревочку, и сделайте мышку, вот мышку можно сделать, перышко очень хорошо, шарик, фантик, но мышку очень они любят, с мышкой. И вот все начинается, все начинается с игры. Вот мы взяли наш, это у меня кот редиска, вы знаете, особенный кот, потому что он выбегает в огород, вытаскивает редиску и играет как с мышкой. Давай, давай. Посмотри, какой молодец. Редис. Сейчас, 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 вот как, да, конечно. Видите, сальто в дело, и... Котя, 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 котя. Давай, 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 давай. О, вау. Видите, как прыгает. Вот так, что, видите, все с игры. Ой, ты мой молодец. Ирина Сокровна, а в чем секрет, как вы считаете, почему у Кулачева общий язык находится со всеми кошками, как вы считаете? Ну, язык, скорее, я нахожу, потому что я с ним мурлыкаю. А это кошка-сосиска. Сосиска? Сосиска, привет, хорошая какая, красотка. Она научилась вот стоять на передних лапках. Итак, моя дорогая, давай, моя умница. И раз, давай, и так, ну-ка давай, давай, давай. Стоять, 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 стоять. Стоять, стоять. Стоять, 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 стоять. Обалдеть. Класс. Иди садись, иди садись. Иди садись, садись. Домой. Садись, моя золотая. Пусть она сидит там, спокойно сидит. И погладь ее с ней. Да, ты моя умница. Не волнуйся. Правильно, подконтролимся. Вот, ой, ты моя умница, да, умница. Так что, вот видите как, с кошками только с любовью. Спасибо вам огромное. А мы после рекламной паузы продолжим знакомство с династией Куклачевых. Это программа «Мой район».